Многие светильники 51 BestFish управляются через приложение, которое устанавливается на телефоне, которое называется WeChat. Также отдельно продаются контроллеры, ихние, которые называются Smart S2 Plus. Также настраиваются через приложение. Давайте посмотрим, как им пользоваться. Для начала нужно включить приложение Bluetooth и местоположение геоданные. После заходим в само приложение WeChat. Бывают такие моменты, что стоит запрет на использование приложения геоданных, поэтому нужно найти настройки телефона, зайти в раздел приложения, выбрать приложение WeChat, и там уже разрешить ему использовать геоданные. Но это мы все сделали, теперь нужно зайти в само приложение. Нажимаем кнопку обнаружения, и со всеми светильниками или с контроллерами идет вот такая карточка, где есть штрих-код на само приложение. Просто подставляем его под карту, и мы перемещаемся в приложение BestFish Connect. Теперь по фото выбираем тот светильник или контроллер, который нам нужен. Но сейчас будем настраивать контроллер, который включен в розетку, вот этот. Идет поиск Bluetooth. И вот мы его нашли. Иногда здесь появляется надпись, можно ли использовать GPS, нужно нажать «Да». Но у меня не появилось, сразу приложение нашлось. Заходим в само приложение. В приложении есть три варианта настроек. Первое – это самые простые. То есть вы ставите нужную яркость, и все. Светильник светит на данную яркость. Например, 50%, 80%, 100%. Соответственно, например, мы ставим 50%. И теперь при включении и выключении из розетки светильник, он всегда будет ставиться на 50%. То есть если вы используете розетку таймер. Но, наверное, это глупо, потому что здесь есть автоматическое включение и выключение. И как происходят настройки. То есть здесь внизу есть время, например, 15-20. То есть сейчас стоит включение в 15, выключение в 20.00. Соответственно, вы просто нажимаете на эти значения и выбираете. Например, давайте поставим с 12.00 до 19.30. Окей. И выбирайте нужную яркость, которую хотите, чтобы светильник включил. Ну, давайте поставим 80. Все. То есть время с 12.00 до 19.30. Яркость 8.10. И получился вот такой график. Нажимаем вот эту кнопочку сохранить. Окей. Все. Теперь можно выключать приложение. Время автоматически ставится такое, как на часах телефона. И все. Теперь в 12.00 он включится. Будет 80%. И в 19.30 выключится. Ну, если же вам нужно плавное включение-выключение. Или, например, какой-то промежуток, чтобы был. Или плавное увеличение в течение дня. Есть третий раздел. Такой профессиональный, как бы сказать. Для начала давайте сбросим. Вот эта кнопочка. Это сброс настроек. Сбросить. Да. То есть сейчас график у нас пустой. Также бывает. Я забыл сказать то, что бывают полоски не только одна, как у нас сейчас. То есть яркость. Но бывают разные каналы. То есть здесь было 3, 4. И вы ставите эти каналы, регулируете так, как нужно вам. Как происходят настройки. Давайте, например, поставим с 12 до 20. Час рассвет и час закат. И как это происходит. Нажимаем первую. Настройки происходят при помощи точек. Ставим первую точку. Соответственно, у нас это 12.00. 12.00. В 12.00 яркость у нас должна быть 0. Потому что это начало. Ставим вторую точку. 13.00. В 13.00 яркость пускай у нас будет, например, 80. То есть вот начинается рисоваться график. Потом в 19.00 у нас также 80. А в 20.00, когда он уже выключается, соответственно, 0. Правильно. И нажимаем вот эту кнопку «Сохранить настройки». Все. Настройки сохранены. Вот такой получился график. В 12.00 включение. Час рассвет. В 80% до 19.00. В 19.00 плавное затухание. И в 20.00 выключение. В принципе, вот все настройки достаточно простые. Если у кого-то какие-то будут вопросы, можете задавать под этим видео. То есть мы вышли. Теперь все настройки сохранены. И светильник будет работать в указанной нами графике. Также в следующем, когда вы уже будете заходить в приложение, вы выбираете «Обнаружение». И уже не надо сканировать, а выбираете «Мини-программы». И эта программа появилась у нас в значке вот здесь сверху. И если надо перестроить или что-то сделать со светильником или добавить новый светильник. Как видите, у них есть помпы, светильники RGB, классические светильники с одним спектром, подводные светильники, мощные яркие светильники, светильники точечные, контроллеры и классические еще одни RGB светильники. В общем, такие интересные светильники. Все по-китайски, но все очень просто. Все по-китайски, но все очень просто.